Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. В новых отношениях месяц очень болезненно воспринимаю, когда что-то идёт не по-моему или не по плану. Например, я думала, что мужчина заедет на 20-х часа, а он говорит, нет, времени максимум 30 минут. У меня начинается вспышка агрессии, я ожидала цветов, а их не было. Абсурдно, тем не менее, не могу с собой ничего поделать. Больше отношения к своим поведениям. Мужчина говорит, что я должна сказать прямо, а я не могу. Будто если попрошу, то стану должна. А если он там всё сделал, то это его желание. Что делать? Что же, здесь сразу несколько моментов. Я идёт... Во-первых, ваши ожидания и стремления всё контролировать. Это наличие определённой угрозы. То есть, если я не буду контролировать, то вот, что-то пойдёт. Не поплав. Да? Вот. А здесь важно увидеть, вот в чём именно угроза вам. А вероятнее всего, эта угроза, она является чем-то, чтобы вы сами хотели размещать и выражать, но запрещают себе это делать. Дальше, вспышка агрессии, это вот как раз защита от чего-то, нужно посмотреть, от чего бы вы могли защищаться. То, что вы называете свою ещё реакцию абсурдом, говорит о наличии некого обеспечения вне себя, пренебрежения с собой. Вот. Это тоже необходимо корректировать, чтобы пренебрежения не было. Не будет пренебрежения, вы сможете выражать что-то более свободное и, соответственно, таких вспышек агрессии не будет. Вот. В то же время, пожалуй, что отстаивать свои интересы, да, и говорить, как вам хочется, в принципе, нужно. Дальше. Порча отношений к своим поведениям. Вот здесь очень важно увидеть, впервые ли такое. Потому что, если не впервые, если вы в таких ситуациях уже были, то речь идёт о сценарном поведении. Вот. И его нужно корректировать. То есть это не только с этим мужчиной. А речь идёт о негативных определённых установках. В частности, например, страх близких отношений. Вот. Дальше. Если я попрошу, то стану должна. Каким образом у вас это работает? То есть, как это происходит? Это происходит от того, что вы не умеете принимать подарки. То, что вы стыдитесь их принимать. Да? Вот. И считаете себя недостойными этого. В то же время, вы боитесь, что будете должны, потому что вас будет к чему-то принуждать. И принуждение вызовет у вас, с одной стороны, чувство вины, что вы должны, с другой стороны, нежелание это делать. Поэтому и с чувством вины, и с личными границами, которые, отсутствие которых приводит к тому, что человек становится должным, необходимо работать. Дальше. Если он сам всё сделал, то это его желание. Вы здесь убегаете от ответственности за свои собственные желания. Опять же. То есть, вы их обесцениваете, вы ими пренебрегаете, и вот перекладываете эту ответственность на другого человека. Вот. То есть, совершенно очевидно, что сейчас вы довольно зажатый партнёр в отношениях. Вы перекладывающий ответственность в партнёр, и отсюда не свободный, и отсюда вот так реагирующий. Потому что, по сути, вы возложили на мужчину ответственность за свои желания. Вот. И, как бы, получается, что только от него зависит, то реализуются они или нет. Естественно, вы будете в этом случае реагировать так, как реагируете. Было бы странно, если бы реагировали по-другому. Это бы свидетельствовало о том, что вам просто это не интересно и не нужно. Что делать? Ну, в первую очередь, что бы я рекомендовал, да, это пойти на психотерапию. Вот. Начать последовательно работать над собой. Вот. И я думаю, что изменения не заставят себя ждать. Второй момент. Это обратить внимание на ваши чувства к мужчине. На то, как вы их выражаете. Вот. Не обязательно это делать в виде подарков. Но очень важно, чтобы вы видели чувства, свои чувства к мужчине, что вы чувствуете к нему. И, значит, посмотрели, как вы их можете выражать. Следующий момент. Это ваши приоритеты и ценности. Вот на это обратите внимание. Пожалуйста. Вот. Ну, пока что это всё. То, что вы можете сделать сами. Мне показалось, что вам отношения как будто бы важнее самого человека. То есть вы говорите о том, что вы портите отношения в своём поведении. То есть вы не говорите о том, что, например, ну, допустим, чувствуете себя как-то не очень. Об этом тоже. Ну, к примеру. К примеру. То есть вот об этом вы не говорите. Вы не говорите о том, что, ну, допустим, обижаете человека. Да? Об этом тоже как-то речи не идёт. О том, что человеку могут быть, ну, неприятные ваши вспышки, агрессии и так далее. Вот. Обо всём этом вы не говорите. Такое ощущение, что вам важны только отношения. И если это так, в смысле, если вам важны только отношения, то вам необходимо также определиться с приоритетами своими. Да, ещё такой очень важный момент, о котором я, кажется, не сказал. Это момент такой, что если вы чувствуете, что будете должны, то это означает, что вы вот свою ценность сводите к, ну, вот, к чему-то материальному. То есть вы себя обесцениваете в этом смысле. И вы руководствуетесь больше своей, как бы, своей полезностью, да, какой-то вот материальной ценностью больше, больше сейчас. Нежели чем, ну, психоэмоциональной, нежели чем психоэмоциональной, нежели чем чувственной и так далее. И это, как мне кажется, является также довольно серьёзной проблемой. То есть вас необходимо в этом смысле переориентировать. Вот. То есть переориентировать на своё, то есть вот именно на то, чтобы вы позиционировали себя больше как субъекта. Именно вот дословенства, а не полезности, как сейчас. Ну, и совершенно очевидно, на мой взгляд, что, говоря о долге, что вы должны, вы считаете, где-то вот в глубине души, вы считаете, что... Должны вам. То есть вы считаете, что кто-то вот вам что-то должен. Вы себе это запрещают. На самом деле, на самом деле, признать, что кто-то вам что-то должен, не так плохо для начала. Потому что это говорит о том, что у вас формируется своя позиция какая-то. И в качестве старта, это хорошо, в качестве старта. Потом, чтобы дальше, вы можете вырабатывать своё отношение к тому, когда человек разделяет ваше видение, видение относительно того, что он вам что-то должен. И когда нет. То есть когда этого не происходит. Вам здесь придётся брать личную ответственность за, ну вот, скажем так, за то, что вы считаете, ну, для себя, да, адекватным. То, что вы считаете для себя правильным. То, что вы считаете для себя хорошим. То, что вы считаете для себя нужным и так далее. Вот. Вам за это придётся брать ответственность. И если вам это сложно, то есть если вы боитесь, ну, к примеру, что там вас, например, отвергнут или бросат, то вот с этим нужно будет работать. Ну и последний, наверное, вопрос, который я хотел бы задать. А что такого страшного, по вашему мнению, в том, что вы будете должны кому-то? Это не в смысле того, что вы обязаны быть должным, нет. А просто вот что для вас в этом такого страшного. Опять же. Просьба. Дай мне что-то. Отличается от просто выражения своего желания. Я хочу чего-то. Тут тоже такой момент. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Продолжение следует.